Приветствую вас, братья и сестры! Мы имеем такую Божью благодать, что можем в тишине и спокойствии, как обычно, собираться и, конечно же, наши переживания за наших братьев там на Востоке. Надеемся, что всё с ними будет хорошо. Сегодня я хотел бы открыть вместе с вами Библию и погрузиться в те события не нашего времени и не наших проблем, но на какое-то время хотя бы погрузиться в те события из жизни Христа и Его ближайшей семьи. Его семья — это были сначала его служения, я имею в виду, это были апостолы его. Он говорит, кто моя мать, кто мои сестры, братья, те, кто слушают и исполняют. К сожалению, он не находил поддержки в семье в основном, кроме Марии, матери своей. И мы видим, что его ученики стали вот той семьёй, как мы называем семья, так это не буквально, но духовной семьёй. Они стали, они вместе жили. Вот давайте мы посмотрим, как это всё происходило, и, может быть, мы какие-то уроки сможем взять для себя. О семье, о Христовой семье сегодня наша тема. Евангелие от Иоанна, первая глава, повествует нам о том, как Иисус начал Своё служение. Евангелие от Иоанна, первая глава, повествует о том, как Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И в Своём служении, вот сразу же после того, как Иисус явил Себя народу, как агнец, предназначенный ещё до создания мира, как агнец, который берёт на Себя грех мира, сразу же Иисус начал приглашать учеников, чтобы быть при Нём. И мы читаем 37-й стих. Сначала Иоанн и его ученики познакомились с Иисусом поближе. И двое из учеников Иоанна, это были тоже Иоанн и Андрей, они пошли за Иисусом. 37-й стих. Было около 10-го часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Второй мы знаем, Иоанн был. И затем Андрей идёт и приглашает Симона, то есть Петра, мы знаем, своего брата старшего, последовать за Иисусом. 43-й стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп был тоже одним из первых учеников, которых пригласил Иисус. Он был, сказано ниже, из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп, в свою очередь, находит Нафанаила и приглашает его пойти за Иисусом. И так потихоньку собирается семья. Это, наверное, были очень достойные люди, как вы скажете, которых избрал Христос. Видно, Андрей и Иоанн не были ещё учениками Иоанна Крестителя. Видно, что у них была тяга к духовному. Откликнуться на проповедь Иоанна. Помните, Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния. Но это он говорил фарисеям. Но, в принципе, такой была его проповедь. Возрождение и реформа. Они чувствовали нужду, они пошли за ним. И вот теперь их стало пятеро. В книге «Желание веков» на 138-й странице мы читаем. Иисус знал, что ученики идут за ним. Это были первые плоды его служения. Сердце Божественного Учителя наполнилось радостью от того, что эти души откликнулись на его благодать. Но, обернувшись, он только спросил их, что вам надобно. Это ещё первые двух учеников. Иисус предоставлял им свободу промолчать и вернуться или рассказать о своём желании. Иисус не пытался как-то любыми методами собрать учеников. Он хотел, чтобы убеждение, которое они имели, было не просто вызвано Его предложением, но чтобы они имели личное убеждение от Бога, что они призваны им. На 141-й странице мы читаем «Желание веков» книга с призванием Иоанна, Андрея, Симона, Филиппа, Нафанаила, пять учеников. Было положено основание христианской церкви. Вот так всё начиналось. Иисус и пять учеников. Но это ещё не было такое полное и постоянное призвание. Это ещё не было то время, когда ученики были постоянно с Иисусом. В Евангелии от Луки описывается тот момент, когда это произошло. То есть какое-то время они то были с Иисусом, то оставляли Его. Но вот в Евангелии от Луки записан тот момент, помните, когда Иисус учил народ, и затем возле озера Генесарецкого это было, и народ его теснил, он вошёл в лодку Петру. И затем после проповеди он повелел Петру, чтобы он закинул все эти. И тот закинул все эти. И хотя так сделал это только из уважения к Иисусу, но к его удивлению он очень большой улов поймал. Восьмой стих пятой главы. Увидев это Симон, Пётр припал к коленями Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону». То есть вот они здесь были рядом, все Иаков ещё упоминается. «И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за ним». Вот этот момент произошёл. Какое-то время они то уходили, то приходили. Но в конце концов Иисус в такой самый момент интересный для них. много рыбы они поймали, могли бы продать, как-то заработать. Но в этот же самый момент Иисус говорит, вот сейчас всё оставьте и последуйте. И они, сказано, последовали. И Иисус научит их быть ловцами человеков. Тоже в книге «Желание веков» мы читаем этот момент. «До этого момента никто из учеников полностью не делился Иисусом его труды. Они были свидетелями многих его чудес и слушали его поучения. Однако не оставляли свои прежние занятия». К тому же, вот как раз в это время, пока они не были постоянны с Иисусом, произошло заточение Иоанна Крестителя. И это было смущение большое для учеников. «Если служение Иоанна закончилось подобным образом, то что будет с их Господом? Ведь все религиозные вожди ополчились против Него». Даже у учеников было такое искушение, что как-то подсказать Иисусу, что не нужно так радикально себя вести, нужно как-то искать пути соприкосновения с религиозными вождями. В этих обстоятельствах лучше бы на какое-то, пусть не продолжительное время, заняться ловлей рыбы. Но Иисус призвал их оставить прежнюю жизнь, и разделить с Ним все заботы и интересы. И Петр принял этот призыв. Достигнув берега, Иисус обратился к трем остальным ученикам. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они тут же, оставив все, последовали за Ним. Это было решение их. В Евангелии от Луки, здесь же 5 глава, чуть-чуть ниже описывается призвание еще одного ученика. 27 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Это Матфей был, помните, Левий, это был Матфей, мытарь. «Он не колебался, мы читаем также желание веков 273 страницы, не задавал вопросов и даже не думал о том, что меняет прибыльную должность на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать Его слова и делить с Ним Его труды». Это было наверняка вдохновение в их жизни. Они не последовали слепо. Я помню, когда первый раз читал Евангелие, и когда так написано, что раз вдруг Иоанн кого-то встретил, говорит, иди за мной. И он раз и пошел. Я не мог понять, как это так можно. Ты не знаешь человека, подходит к тебе, и ты идешь за Ним. Но мы понимаем с вами, если внимательнее читать Библию, то мы понимаем, что эти люди соприкасались с Иисусом раньше. Они слышали Его учения, они знали Его. И поэтому, когда Он их призвал, они уже где-то в сердце своем имели вот это решение. Они хотели бы быть с таким учителем, они хотели бы служить. И Он призвал их, и они откликнулись на это. Я помню, когда тоже мы начинали здесь свое служение, это уже было сколько лет, 15 назад. И как Господь собирал команду. Что-то похожее было. Я помню тоже, как-то так вот Анна Георгиевна меня пригласила, ну и других людей. Сначала, ну не все переехали сюда, так? Сначала как-то так дистанционно было. Такие наезды были. И потом уже был призыв приехать. И потом как-то со временем уже, когда ехал первый раз, я не думал, что это будет так долго. И потом все-таки ты чувствуешь Божий призыв и видишь перспективу, возможность служения. Это было удивительно, потому что на то время я уже очень много молился и много переживаний даже были. Закончим институт, я никак не мог найти работу. Какое-то такое время было, что никак не мог найти работу. И в то же самое время я понимал, что Бог просто закрывает двери. Но не может такое быть, что нигде ничего нет. И я молился и читал Библию. Это было своего рода как пустыня для Моисея. И 40 лет у него было, у меня было меньше. Но я помню вот эти молитвы и то желание посвятить себя Богу, служить как-то постоянно Ему. Я даже не понимал в то время, как это будет. Я думал, что это будет пастырское служение. Я другого не знал. Я думал, что служение — это только пастырское служение. Но потихоньку-потихоньку Господь открыл и показал, где место Мое. Ну, я, конечно, не буду об этом говорить. Просто аналогии вот такие. Я думаю, что каждый из нас где-то в какой-то момент переживал вот такой момент призвания. Момент призвания. И это все так прекрасно — быть соработником Божьим. Не просто жить в мире так, не просто вот как... Многие люди имеют возможность только время от времени где-то посвящать себя на служение. Но полностью отдать себя на служение. Полностью посвятить себя на это. Чтобы мысли твои были заняты только тем, как служить Богу, как служить людям. Неудивительно ли это? Вот это удивительно. Ученики Иисуса хотели тоже этого. Матфей, сказано, даже не колебался и не задавал вопросов, и даже не подумал о том, что меняет прибыльную должность на бедность и лишение. Тот момент был, кажется, таким прекрасным, таким одухотворенным, таким вот возвышенным, что он даже о таком приземленном и не думал, что меняет прибыльную должность на бедность и лишение. «Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать Его слова и делить с Ним Его труды». Как прекрасно вместе с Иисусом делить труды Его. Служить людям, нуждам людей, открывать им Его и жизнью своей, и словами своими. Это все желание веков, 273-я страница. Интересно, что не только Матфей вот такое самоотречение пережил. Мы читаем, что Матфей, имевший состояние, и Андрей, и Петр, которые были бедны. Но они не были нищими. У них была лодка, мы знаем, сети были. Но они были бедны все равно. «Прошли одно и то же испытание». Как это одно и то же? Так очень просто. Каждый из них пожертвовал всем. Всем. Кто-то многим, кто-то немногим. Но это все, что у них было. «Именно в то время, когда дела у них шли хорошо, сети полны рыбы, и притягательность привычной жизни была сильнее всего, Иисус прямо на берегу моря предложил им оставить все ради проповеди Евангелия. Так каждого человека испытывают. Что для него важнее, земные блага или общение с Христом?» Тоже «Желание веков», 273-я страница. Ну и вывод здесь очень важный. Видите? Просто слова в проповеди, они немногое значат. Жизнь подкрепляет слова. У нас очень хороший такой, мне кажется, вдохновенный вечер благословений. Последний был в санатории. Те из вас, кто был, то можете подтвердить. Очень приятно видеть, как люди откликаются на божественные прикосновения. Просто удивительно. Вот как все меняется, как вот в разуме. Но что интересно, один у нас был такой высокопоставленный человек, он поделился тем, что его больше всего поразило. Он говорит, мы 70 лет строили, строили и не построили. Вот такое общество, в котором вы живете здесь. И он говорит, мы теперь видим общество будущего. Будущего. Говорит, может быть, когда-то вот в будущем в Украине будет вот такое общество, как в обиходах. Как вам нравится такое общество? Ну, кто был на вечере, вы помните? Я же не придумал это так. Так он и сказал. Как вы себя чувствовали в то время? Как в обиходах общества? Самое лучшее. Так. Ну, вы горды были или нет? Не горды были? Горды были. Горды были. Вы знаете, на самом деле это особая атмосфера, в которой люди пребывают. И Дух Святой по-особенному действует. Конечно же, мы понимаем, что мы люди, и у нас есть недостатки. И наша семья в обиходах, она тоже не без недостатков. Но Господь даёт людям увидеть вот те принципы Божьего Царствия. И что поразило этих людей, которые очень наблюдательны. Их поразило то, что люди трудятся, и слаженно трудятся. Больше всего поразило то, что директор моет плитку. И стоматолог траншеев, да, тоже копают. И инструкторы тоже то тут, то там. Может быть, нам не всегда это нравится. Но на самом деле, друзья мои, это замечают люди, которые не знакомы с Богом. До которых очень тяжело достучаться. Вы бы никогда не смогли достучаться до них. Но здесь они приезжают, и они наблюдают. И этот человек, например, он приходил на некоторые утренние вдохновения, но я какого-то особого такого восторга в его глазах не видел, как вот, может быть, я видел у других людей. Но его поразил клад жизни, вот тот порядок, который есть. Следование принципу всегда требует немалых усилий. Ни один человек не может преуспеть в служении Богу, пока не вложит в этот труд свое сердце, и пока не поймет. Все, кроме познания Христа, тщета. Если человек жалеет себя, он не может быть учеником Христа, а тем более его соработником. Это все в том же контексте призвания учеников. Каждый из них отдал все, вложил все. Это подчеркивает их доверие Христу. Интересно в то время, как они могли рассчитывать на пенсионное обеспечение, может быть, не знаю, какой-то социальной гарантии в то время. Ну, мы знаем, что, в принципе, ими не понадобилось эти гарантии, может быть, только Иоанну. Вот, но и то в конце своей жизни он уже был, как говорится, на казенных харчах, на острове Патмос. Все остальные ученики стали мучениками. Они пережили возрождение и реформу. В Евангелии от Матфея описывается дальше призвание остальных учеников. Тут уже по одному не описывается, но сказано так, «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами». Первый стих. «Чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Зеведеев и Иоанн, брат его». Иаков и Иоанн. Сыны Громовы. Так? «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем. Фаддеем. Симон, Канонит и Иуда Искариот, который и предал его». Вот таким образом теперь собралось двенадцать учеников. апостолы Господа не отличались ничем, что могло бы их прославить. Очевидно, что всем успехам своего служения они обязаны только Ему. Жизнь этих людей, характер, который в себе воспитали, и те великие дела, которые Господь совершил их руками. Свидетельство того, как много может Господь сделать для всех, кто готов учиться и повиноваться Ему. «Когда мы читаем об учениках, мы видим их несовершенство, и, как здесь говорится в этой цитате, что у них не было ничем, что могло бы их прославить. Сегодня они известны на весь мир. Они их говорят сегодня. Их жизнь и служение исследуют в деталях. Что они сказали, что они говорили, что они записали. Это, ну, сегодня целые институции, целые религиозные динаминации, они занимаются исследованием их слов, их жизни. А что такое особенного было в них? Что особенного было в них? «Спаситель знал характеры людей, которых Он избрал. Он знал все их слабости и ошибки, опасности, которые встретятся им на пути, ответственность, которая ляжет на них. Знал и переживал за этих избранных». Смотрите, Он их избрал, и Он за них переживал. Может быть, надо было не так, может быть, надо было избрать таких, чтобы не надо было за них переживать. где-то найти таких учеников, за которых не надо было бы переживать, которые были бы послушные, хорошие. Почему же Иисус не нашел таких? Я думаю, что таких не было. Я думаю, что таких не было. «Когда Он их призвал, то мы читаем, уединившись на горе недалеко от Галилейского моря, Он всю ночь молился за апостолов, которые спали у подножья горы. Они своих проблем не понимали». Вы представьте себе, насколько Иисус знал их, видел их насквозь, как говорится, знал все их проблемы, знал будущее, даже предателя своего знал. И когда Он их избрал, Он все равно доверил им свое дело. Он не стал его делать сам. Он доверил им это дело. Почему? Потому что оно им нужно было тоже. Они бы никогда не изменились, если бы они не участвовали в этом служении. И поэтому Иисус понимал, что Он не нашел каких-то совершенных людей, каких-то беспроблемных, которые будут как одна слаженная совершенная команда работать. Сегодня некоторые люди, вспоминая раннюю апостольскую церковь, они как-то преувеличивают ее совершенство. Какая она была прекрасная, какие там все слаженные были. Но если мы даже возьмем учеников Христа, его ближайшую семью, мы видим, что Иисус молился за них. С первыми лучами зари Он велел ученикам подняться к нему на гору, потому что хотел сообщить им нечто важное. Так, это было их призвание. Бог принимает людей такими, какие они есть, со всеми присущими им человеческими чертами характера, и готовит их для своего служения, если они смиренны и хотят учиться у Него. Эти люди избираются не потому, что они совершенны, но потому, что, несмотря на все их несовершенство, они способны через познание истины и воплощение ее принципов в жизнь с помощью благодати уподобиться ему. Так, он видел у них открытость, это не была какая-то даже совершенная открытость такая, но, по крайней мере, достаточная. И он видел, что они могут измениться, он будет помогать им в этом. Когда Иисус призвал учеников на служение, у каждого из них имели серьезные недостатки, еще больше нам открывает дух пророчества, не просто какие-то мелкие недостатки, серьезные недостатки. Даже Иоанн, который был ближе всего смиренному и кроткому учителю, не отличался кротостью и нежностью, и покорностью. Его вместе с Иаковом, братом, называли сынами Громовыми. Любое пренебрежение, выраженное по отношению ко Христу, приводило их в негодование и ярость. Как вам эти слова, братья? ко Христу, да. Ну вот они ходят вместе, представьте себе, они путешествуют, и вот кто-то там что-то сказал на Христа, и это приводило их во что? В негодование и ярость. Как вам эти слова? в нашей среде, если бы кто-то приходил в негодование и ярость? не, это не по направлению ко Христу было, за Христа, за Христа, да, ярость. Не, но здесь они не хвалятся, и здесь их не хвалят. Здесь сказано, что это приводило их в негодовании и ярость, дурной нрав. Братья и сестры, дурной нрав, мстительность, критический настрой, или дух критический. Все это было присуще любому ученику. Мне интересно, как это все было. Библия нам упоминает так, только коротко. Ученики говорят, вот там ходит какой-то другой человек, тоже что-то похожее совершает. Мы ему запретили. Но вот это описание негодования, ярость, я не знаю, как это выражалось точно, но это довольно резкие, сильные слова. Дурной нрав, мстительность, критический настрой. Все это было присуще не любому, я неправильно прочитал, все это было присуще любимому ученику Иоанну, здесь все о нем говорится, Иоанну. Гордый он хотел быть первым в Царстве Божьем. Хотели бы быть в команде Иисуса с такими людьми? Мы почти такие же, да? Видите, кого-то может смущать, кто-то там громче что-то сказал, кто-то, может быть, выговорил, да, бывает такое, что в нашем коллективе какое-то критическое замечание было, вот, но вы видели ярость или нет? Мстительность. Но это было среди учеников Христа. Но изо дня в день он видел чуткость и великодушие Иисуса, так отличавшиеся от его вспыльчивости. слышал его наставления о смирении и терпении. Они видели пример Христа, первое, и второе, слышали его учения. Он открыл свое сердце божественному влиянию, то есть Иоанн, и стал не только слушать, но и исполнять слова Спасителя. его я растворилась во Христе. Он научился нести иго и бремя Христа. И потом мы читаем, что это же Евангелие от Иоанна, послание Иоанна. Сколько любви, сколько он замечал, как никто другой, вот он описал жизнь Христа. Евангелие от Иоанна отличается от всех других Евангелий. Что, оно другое? Да нет, просто вот он к старости вот он проанализировал, он дольше всех прожил, он больше других имел времени вот при жизни жить в учении Христа, общаться с Богом, и он выделил то, что вот Дух Святой побудил его самое главное выделить. Ну, как он понимал. Конечно же, другие Евангелия тоже важны, вот, но нигде, как у Иоанна, не подчеркивается любовь, нежность, терпение Христа, терпение к Иуде. Он один описал сцену омовения ног, в других Евангелиях ее нет. То есть, в его разуме произошел огромнейший переворот. Дальше мы читаем, каждый апостол имел свои особенности. Здесь были и мытарь Левий Матфей, и пламенный Симон Зелот, непримиримый ненавистник римской власти. Ну, как, с кем это можно сравнить? Сепарев. Бандеровец, может быть, да? Ненавистник римской власти. Такие люди были. Да, они были честные. И щедрый, порывистый Петр, и алчный Иуда. Вот, кто не был честным, так? И правдивый, но робкий и пугливый Фома. Фома, неверующий, так вот, остался, запомнился многим людям, так? Много ему нужно было объяснять, и он все равно не верил. И медлительный сердцем и склонный к сомнению Филипп, который столько времени пробыл с Иисусом и так и не понял многого. И честолюбивые прямые сыны Завидеевы. Вот такая компания была. Вот их собрали вместе, у каждого свои недостатки, наследственные и приобретенные наклонности козлу. Наследственные и приобретенные. Легко с ними бороться или нет? Нелегко. Но во Христе и через Христа они жили в семье Божьей. Вот теперь они объединились в такую Божью семью, Христову семью. Учась достигать единства в вере, учении и духе. Духе. «Впереди ожидали испытания, огорчения, разногласия, но пока Христос пребывал в их сердце, у них не могло быть раздоров. Его любовь научит их любить друг друга. Благодаря урокам учителя все различия между ними будут устранены. Согласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждениях». Представляете? Но это все было пока что в перспективе. В перспективе. Христос центр всего. И чем ближе они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу. Если дальше от центра будут, то друг к другу как бы. Тоже дальше. Дальше. Иисус порицал своих учеников. Как вы относитесь к этому? Порицал. Иногда некоторые христиане так считают, что любовь это значит закрывать глаза на грехи и недостатки. Ничего никому не говорить. Может как-то оно само собой решится. Может рассосется как-то. Может оно как-то само пройдет. Мы читаем, что Иисус порицал своих учеников и предостерегал их, но Иоанн и его братья не покинули его. То есть такая мысль идет, что они могли бы даже обидеться на него. Им могло бы надоесть то, что он постоянно им делает замечания. Но они не покинули его, они остались с ним. Почему? Разве приятно, когда тебя постоянно порицают? они понимали, что это справедливо? Так, то есть они включали анализ, и где-то в глубине сердца они понимали, что Иисус прав. Ну да, конечно. надо быть готовым выслушать порицания. Да. Потому что они его уважали, доверяли, поэтому они это не понимали. Да. заботу видели, да, с его стороны. Они решили следовать за Иисусом, несмотря на его порицание. Вот так вот Дух Прочества говорит. Так, несмотря на то, что оно было. Спаситель не оставил их, несмотря на все их слабости и ошибки. То есть это обоюдное было. Они не оставили его за порицание, а он не оставил их за ошибки и их слабости. И они продолжали до конца делить с ним все испытания, постигая его уроки. И поскольку они взирали на Христа, они и сами преобразились. Это не произошло мгновенно. Вот я думаю, что это было постепенно. Желание веков 296 страница. Что интересно, что несмотря на эту Христову семью и то, что они совершали служение все вместе, все-таки самый главный период своей жизни Христос провел в одиночестве. В книге Исаии 63 глава, стих 3 и 5, мы читаем пророчества о последних заключительных сценах его жизни. Сказано, «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего». Несмотря на то, что Иисус пригласил учеников, Он учил их, сказано, и порицал, и они терпели, и учился, и все это происходило, но когда пришло время ему отдать свою жизнь, он остался один. В Евангелии от Матфея 26 глава, 56 стих, мы читаем, что тогда все ученики, оставив его, бежали. Это было, конечно, очень больно Иисусу, но Он был готов к этому. Еще от самого начала своего служения сказано, что Он не вверял себя людям. То есть, другими словами, Он слишком, не возлагал слишком больших надежд на помощь от людей. Он не рассчитывал на то, что они будут ему помогать. Вся его жизнь была жизнью бескорыстного служения. Он пришел, чтобы отдавать, он пришел, как слуга нужд человеческих, мы понимаем. и сегодня даже психологи говорят, я буквально недавно вспомнил тот семинар, самый первый, который мы здесь проходили, и там проводящий мой одногруппник, в институте мы учились, он дал нам 12 принципов успеха. И там самый первый принцип такой, я несу ответственность. неудачи. А самый первый, а еще там было 12 принципов неудач. И первый принцип неудачи, за мои неудачи ответственны другие. Кто-то другой ответственен за мои неудачи и проблемы. А принцип успеха, я сам несу ответственность. И мне кажется, это очень хорошо совпадает с тем, что было в жизни Иисуса. Он нес ответственность. Он не ожидал, что ученики поддержат Его, хотя Он хотел этого по-человечески. Но Он понимал, что этого не будет. Я топтал, точило один, и из народов никого не было со Мною. Все ученики разбежались. Но вместе с тем труды Иисуса не были напрасны. Потом Он явился к ним и начал вновь наставлять их. Помните, они опять вернулись рыбу ловить. В Евангелии от Иоанна описано это. После распятия, после того, вот, такого накала эмоций, всех и учений его, всех наставлений, даже Он им говорил, что я вас встречу после распятия, но они, кажется, не поняли всего этого. Евангелие от Иоанна 21 глава это с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам своим приморь Тивериадском. И дальше описано, как это все происходило. Он сказал им опять закинуть сети. И они, хоть и мало что словили до того, но потом они это сделали. Они закинули 6 стих и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, это Иоанн был, мы знаем, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр услышал, что это Господь опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть за собой. И они опять встретились с Иисусом, и Он опять их призывает на служение. Они откликнулись, но обратите внимание на динамику развития этой семьи. взлеты и падения. И взлеты и падения. Мы знаем, что так было из истории израильского народа. Мы знаем, что так позже было в христианской церкви, взлеты и падения. Но в команде Иисуса Христа было то же самое. это свидетельствует нам о том, насколько силен грех. Здесь мало просто услышать проповедь и все поменяется в жизни. Здесь мало даже быть с Иисусом три с половиной года. Они даже не смогли понять всего за эти три с половиной года. Иисус говорит, я еще много имею сказать, но вы не можете вместить. После распятия Христа ученики еще продолжали верить, что язычники не наследуют Царство Божие. Лет через пятнадцать Петр увидел видение с нечистыми этими животными, и только тогда он понял, что нельзя почитать ни одного человека нечистого. И вместе с тем, и тогда после этого были проблемы. И если мы посмотрим на людей, то я эту проповедь и эту тему взял не для того, чтобы показать, какой была несовершенной команда Иисуса и похлопать нас по спине, сказать, что мы еще, ну я еще не видел у нас ярости, или чтобы кто-то мстил. Но чтобы показать то, насколько большая проблема греха, она быстро не решается. Вот так. Но вместе с тем, Иисус Единый здесь выглядит прекрасно. Мы не можем похвалить ни одного из учеников Иисуса Христа. У них были проблемы, у них были недостатки. Но Иисус не останавливался. Он продолжал трудиться над их сердцами. И мы отдельно можем разобрать пример Иуда Искариота, которому Бог явил столько любви, которому Христос столько открыл, столько служил. Даже когда он знал, что тот его уже предал, он омыл ноги его. Он даже сберег его репутацию. Он мог быть умыв ноги и увидя, что у того ничего в сердце не поменялось, Иисус мог бы его там вскрыть перед всеми учениками и рассказать, кто предаст его. Но Иисус все равно сделал так, что тот все понял. Ученики до конца не понимали. Он берег его репутацию. Он надеялся до последнего, что тот раскается. Так такой наш Бог. Так Он трудится с нами. Если мы посмотрим на людей, ничего завидного мы там не видим. Если мы посмотрим на Бога, то Его отношение вдохновляет и побуждает идти дальше и стремиться к горнию. Как я уже говорил, эти простые ученики, что они из себя представляли? сегодня их жизни исследуют, их учения исследуют. Но их учения не их учения, а Божьи. Но они стали каналами Божьей истины и благодати. Высоко образованным ученым людям самые драгоценные уроки были преподаны скромными христианами, которых все считали малограмотными. Но эти безвестные ученики получили образование высшей из всех школ. Они сидели у ног того, кто говорил так, как никогда не говорил человек. Желание веков 251 страница. Есть надежда на перемену. «Братья и сестры, и у нас есть проблемы в нашей семье». Меня очень вдохновляют вечера благословения в санаторий, когда видишь, насколько люди и физическое исцеление имеют, и духовное. Но, знаете, больше, чем все остальное, их трогает то, что Бог делает в нашей жизни. И как хочется, чтобы они не разочаровались. Как хочется, чтобы вот то, что мы стремимся, стремимся тоже со своими взлетами и падениями, но стремимся в своей жизни воплотить, чтобы оно не разочаровал никого. я думаю, что это должно быть для нас великим мотивом и великим стимулом уподобляться Христу. Мы не можем разочаровываться, но нам необходимо с верой двигаться вперед. Христос обязательно будет действовать в нашей жизни, пока мы хотим того. доколе это возможно. И Он сможет нас использовать, как и сейчас используют. Завтра мы будем больше Его отображать, если не сдадимся с Его. Завтра Он сможет больше сделать через нас, если мы не опустим руки. Если мы не смиримся